Привет, мои дорогие! Как у вас дела? У меня всё неплохо. Я, как и говорил уже неоднократно, и своими видео намекал на то, что собираюсь закончить с профессией парикмахера. Мне нравится всё, всё устраивает, но я уже очень давно работаю. И хотелось бы попробовать что-нибудь ещё. В этом году я предпринимал такие попытки, точнее, не в этом, сейчас 20-й год. В 19-м году я предпринимал такие попытки, как открытие игротеки, консольной игротеки, ну или компьютерной игротеки. У себя в этом помещении, вот здесь. Было довольно неплохо, но немножко было непродумано со стороны закона. И пришлось закрыть. Просуществовало чуть более полутора месяцев. Приносило доход, да, всё было отлично, но пришлось закрыть, потому что, опять же повторюсь, были небольшие невладицы законами. Теперь же всё продумано. Я покажу потом попозже, как я это всё продумал. И поделюсь с вами этим экспириенсом. Почему я решил бросить стричь? Опять же, вы можете это всё видеть у меня на канале. Я увлёкся татуировкой. Ну, всё хорошо. Увлёкся татуировкой, потом поработал татуировщиком пару лет, попутно работая в интернете в группе парикмахера, в СММщика в своей группе. Я понял, что стричь это очень тяжело. Тяжкая работа, стоя на ногах целый день, нарабатывая и увеличивая свои варикозные вены, я подумал, что нужно с этим делом подвязать. Даже сейчас, будний день, понедельник, вся моя, эта вот точка, в которой мы сейчас находимся, рассчитана только на, практически полностью на тату составляющую. Даже сейчас я сижу, видите, и готов к сеансу. Сегодня у меня сеанс, так и будем делать... ...шку. Все мои татуировки вы можете посмотреть у меня в Инстаграм, или у меня в профиле ВКонтакте. Ладно, это будет некий... ...некий бложек на тему, как в этом здании открывалось игровое помещение. На связи. Что интересного произошло за год в моей жизни? Я за этот год превратился в татуировщика. Не то, что конкретно, а просто по уши, на самом деле, в этом деле. Практически отказался от стрижек. Есть такое дело, да. Стрижек практически не делаю. Делаю, конечно, но единицы. Выглядит, да, прикольно. Расслабляюще. Это вот для меня, если честно, зона комфорта, которую очень тяжело покинуть. Я пробовал. Мне как-то нравится прокачивать зону комфорта, чем покидать ее. Я 3 месяца, или 2, почти месяца, в Курске, когда жил, есть видео на канале. Мне, если честно, не особо понравилось, потому что я был вдали, наверное, от этого места, с которым имею некие магнитические, скорее всего, связи. Но я не стал записывать процесс расставления всех этих движут по своим местам, всяческих кастуре в столах, диванов, как это все перемещалось, потому что это не сильно интересно, и не вижу в этом большого смысла. Я вам показываю готовый результат, конечный, как это все получилось. Все довольны, все ходят, играют, ни у кого не возникает никакого дискомфорта. разномастные люди ходят, и постарше, и помоложе, и всячески. Нет такого, чтобы только дети, или только взрослые, или средний класс ходят вот буквально вот так реально, и такие, и такие, и такие все. Я этому рад, что нашу игротеку посещают разные люди. Мы обезопасили себя всячески от возможных государственных проблем, связанных с законом. И у нас есть вот такой замечательный прибор онлайн-касса, которая помимо ИП, у нас есть еще онлайн-касса. И когда человек получает доступ к одной из этих замечательных четырех PlayStation, он получает чек, чек на то, чтобы, получает чек, в котором указано, что он получил это все легально. Вот такие дела. Я не буду раскрывать все тонкости, секреты этой интересной схемы, потому что пускай это будет маленькой тайной. Каждый должен сам придумать что-то свое. И вот в этом месте придумана, скажем так, некая уникальная система. Я хотел бы в это верить. Я не хочу узнавать, пробивать, так ли она уникальна, как мне кажется. но пообщавшись с юристами, налоговиками, полицейскими, со всеми, с кем только можно, все, кто только можно, мне подтвердил, что, дружище, если делать так, как вы начали, и ничего не менять, не выдумывать новых правил, то все будет четко. стоит лишь один раз отступиться, хотя бы, грубо говоря, не дать чек забить, пробить, уже могут быть серьезные проблемы. Мы уже не дураки, правильно, мы уже мальчики взрослые, чтобы ошибаться. Мы не будем ошибаться, просто не позволим себе этого сделать. У нас продаются всяческие напитки, всяческие ништяки, вот такого характера чипсы, всякие штучки, шоколадочки, энергетики даже продаются, но энергетики продаются у нас лицам от 14 лет. Если вам меньше 14 лет, вы не получите свою дозу бодрости. Ну, вот такие ну, ну, так получилось. В дальнейшем мы планируем развиваться, планируем переместиться в те комнаты туда. Я не буду показывать пока вам что там, но там идет потихонечку ремонт. такие девушки. Продолжение следует...